изучаем значит джаву в реальном времени и еще это и транслируем так сейчас еще один чат перепущу ну в принципе можно как раз вот что сделать да если кто-то еще кому-то еще будет интересно это прям слушать его и участвовать да какие-то вопросы задавать ну скажет подключим skype так ладно запись идет трансляция идет еще проверю жестко место на жестком диске хватит должно хватить ладно все памяти мало конечно вот значит на чем мы остановились что есть у нас описание проекта и вот есть здесь перед перечислены те зависимости от которых мы зависим короче проект будет зависеть так вот это вот все что сошел на вот эти вот все три штучки это насколько я понимаю для того чтобы можно было сделать на сайте авторизацию за счет фейсбука linkedin и twitter то есть через их аккаунты заходить вот джипа это прослойка между баз данных то есть позволяет как бы я ничего не знаю насколько это удобно но надеюсь это удобно она позволяет в общем общаться с баз данных так че еще здесь есть тут какой-то веб это видимо то что нужно для того чтобы можно было разрабатывать в приложении и вот веб сокеты чтобы грубо говоря использовать самые современные технологии но об этом я думаю позже так еще здесь база данных postgres SQL тоже в качестве зависимости так мы допустим вот все это вот есть дальше идет build на это описание того как именно это все собиратель проекта есть просто написано что надо использовать малон плагин вроде все так вот здесь написано packaging да это результатом этого проекта будет фолик джар который можно запускать название проекта вот ней данный демо описание есть можно писать чем проект для обучения что такое java вот вопрос какие-нибудь есть то есть особо понимаю пять вот каждую строчку вот я ну конкретно вот группа иди но я так полагаю я не знаю что это так лет я точно не знаю что это я не знаю что вот эта версия этого проекта ее можно видимо менять примерно так сделать я полагаю я полагаю это все можно менять не только тогда то здесь на какая-то кнопка есть типа настройки проекта может быть боже мой как много менюшек зачем так много сделали а что ты ищешь что-то типа properties или settings и они предполагают что все такие умные в xml сами будут редактировать типа зачем делать пользовательский интерфейс да здесь структура проекта а так ну вот собственно про имя проекта да ну допустим я всего назову демо 2 и нажму окей чем поменяется ничего не поменялось на что должно было поменяться от этого ну вот это например название ну вот еще раз я открыл мне ничего так короче это какое-то отдельное название так модулем какие-то модули библиотеки ну ладно так а вот это что такие за настройки а это настройки самой этой штуки все могу сделать большой шрифт ухты нет это было не то мне так не нравится вот здесь вот в редакторе видимо это тоже должно быть что-то на тему цветов а тема шрифтов во так хочу ничего не редактируется я только знаю шоу на верхнем вот это вот доркула можно изменить там можно и светленько в принципе сделать не у меня все черненько темно не понял почему нельзя редактировать так интернат его не надо было нажимать то есть шрифт побольше сделать нельзя как дальше ну да вот так я буду мосприниматься не очень хорошо так может все-таки нет надо как-то это вообще-то я не верю что все настолько плохо зачем они вообще эти кнопочки тут добавили так и что будет если дефолт сделать все равно не Никак, да? Слушай, я не знаю Вот эта вот идея Она только бесплатная или есть и платная? Она только платная Только платная? У меня есть бесплатная какая-то У меня установлена У меня с виду Я надеюсь не пиратская То нас за это посадят Не посадят меня У меня тут на Нетбуке Седьмая винда Нет, это не спасет Нет? Ну короче Я про то, что Я сейчас, видишь, использую демку Где она тут? Написано что-нибудь Говорит, что до 2 октября То есть у меня остался месяц Потом все Надо платить Так Ну вот, допустим Если здесь теперь О, вот она эта кнопка Ну, типа Можно ли менять размер при Control Короче, вот Все Значит, то, что я делал здесь Сверху уже не надо Во Ой, а не надо Принк О, нормально Ну вот, короче Чего это не влезать-то? Надо поменьше ножками Ну вот так, например Так Ну все Короче, с этим файликом Вроде раздобрались Ага Знаете, что такое? Модуль какой-то А в нем компонент Что это? Ну это, видимо Ссылки на библиотеки Да Которые, например Используются Ну вот, например Веб просил Вот они его сюда, наверное, ставили Ладно, допустим Дальше Что у нас тут еще есть? У нас есть Ага У нас есть Папка .id Это, видимо, для этого Для вот этого IntelliID Редактора То есть здесь есть Ух ты Вот она, эта штука Наверное Если я делаю Project Если я меняю здесь на 2 Давай Не, ничего не поменялось Странно Где же эта фигня записывается-то? Ладно, короче Я думаю, что сюда точно Лезть не особо нужно Потому что То, что с точкой Обычно содержит Всякую техническую информацию Вот Значит... Сколько ты работаешь В ИК? В смысле? Первый день сегодня? Ау Нисколько Вот-вот все, что ты видишь Это все оно Я всего лишь Вот здесь вот скачал Сгенерировал Все проекты И открыл его здесь Вот Ладно, короче Вот здесь, я так полагаю Исходники программы В папке SRC Должны быть Здесь что-то на тему Модуля какого-то Здесь Настройки проекта Ага Это вот те внешние Как раз Вот это тот же самый список Видимо этих библиотек Да От которых мы Типа зависим Ну ладно Это хорошо А что? На них, наверное, можно уткнуть Что это такое? О Какое-то окошко Ну вот, допустим Если я сюда зайду Что будет? Ого 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 Сколько тут всего То есть здесь можно видеть Сразу исходный код Этого модуля Забавно Так, ладно Нам пока все это не надо Это слишком долго В все это вникать Так Значит Ну хоть Синтаксис подсвечивает Ладно Значит здесь разобрались Значит тут у нас есть Проектик Вот его зависимости Тут еще что-то есть Пакеты какие-то Файлы проекта Ага Это то же самое Только Вот только эта штука Так Ага Список проблем Ну допустим Давайте Что-нибудь сделаем А что так можно сделать? Наверное Ничего Это, наверное Автоматически генерируется Список А может Нет Ну как Нет Нет Мне нельзя Сделать Что это за хрень Почему Если я на нее нажимаю Ничего не происходит То же самое Потом потяни Потянуть Не Не хочет Опа Опа То есть Вот эта штука Сворачивает Вот эту штуку То есть Это называется Toe window Типа Окно с инструментами Мол Ну как При строительстве дома У тебя ящик Ящик с инструментами Вот это вот Ящик с инструментами Типа Так Какие-то его настройки Ну ладно Это я думаю Тоже пока не важно Так Что тут Есть еще какие-то тесты И Scratches Production Это наверное Результат Сборки Так Ладно Возвращаемся С проект Так Смотрим Что тут исходный код Есть какой У нас есть Мейн Какой-то Здесь какая-то Джава О Демо Аппликейшн Какая-то подсказка Была странная Так Что у нас здесь есть Берем Значит Так Импорт Так Значит Используем Spring Аппликейшн И Spring Boot Аппликейшн Что такое Так Ладно Почему Здесь пустая строчка Непонятно Ну В общем Что у нас тут есть У нас тут есть Некая Некий класс То есть Какого Некий шаблон Или прототип Объекта Или Грубо говоря Категория Объекта Да Но Я так полагаю Тут в единственном Экземпляре Есть И он Собственно Это и есть Наш класс Приложение А вот здесь Выполняется Собственно Та самая Штука Запускается Spring Апликейшн И это Вот та самая Функция С которой Программа Начинается Мейн Да Ну вот Еще Можно Не объяснять Да Ну Мало ли Там еще Все же будет Смотреть Так Короче Здесь есть Класс Функция Внутри Выполняется Одна функция Из вот Этого Класса Spring Апликейшн Который Мы подключили Сверху Так Все это Находится В пэккедже Демо Отлично У меня такой вопрос Да Вот в джаваскрипт Там нужно Указывать Вот эти вот Фигурные скобочки Именно на той же строке Что если на следующий Пассаж То оно Работать Уже не будет Как это в джаве Это просто Кто сказал Я видео Смотрела На ютубе Тебя обманули Смотри Вот так вот Вот так вот Делаешь И здесь И в джаваскрипте И все И все Можно И ничего Не сломается Ну вот я понимаю В джаваскрипт Там Типа После каждой Строчки Там Как-то Автоматически Типа Точка Запятая Ставится Что там Нужно Именно Вот эту Фигурную Скобку Нужно Переносить Вот как Было Или это Они втирают Про вот эту Наверное Про коней Вот так Наверное Без точки Запятой Это не сработает А в джаваскрипте Точка С запятой Необязательна Здесь в джаве Она обязательно Так же Как все Да Это я знаю Если я за фигурные скобочки Что Тут обязательно Как бы так Ставить Вот фигурную Скобку Вот На той же строке Где она Открывается Или можно Вот И так же Само Не обязательно В джаваскрипт Вот эти фигурные скобки Можно ставить Как хочешь Вот Это точно То есть Если мы там делаем Какой-нибудь Я не знаю If True Да Ой А ну видишь Здесь По умолчанию Вот такое вот Соглашение Что они должны быть На той же строчке Просто Когда код написан В разном В разном стиле Да У кого-то Вот так У кого-то Вот так Да Это не очень удобно Поэтому Старается Это просто Традиция есть То есть Запугали Наверное Зря То есть Что Как бы Надо писать Именно так Нет Можно писать Вот так Если хочется Кому как Вот например Когда в C-Sharp Программировал Я писал Основного Вот так Все Да То есть Что тут Можно написать Что-нибудь Можно Ну да Я поняла System Что там есть У него Out Какой-то Out Print Ну Out Это Из 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 Внутри Внаружи Ну короче Out Вывод текста На экран Ну это Нет Здесь Не только Текста А вообще Out Короче Изнутри Наружу А In Это Наоборот Вот Ну короче Вывод Out Это Вывод Во Если По-русски Ну и Что здесь Можно делать Давайте Что-нибудь Print Сделаем Print 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 Давайте Так Ладно Вот допустим Можешь такую Штуку делать Во Во И Соответственно Вот здесь Вот можно То есть У нас Если Истина Любая В итоге Это выглядит Вот так Вот Вот это Условие То есть Если Истина Равно Истине То Выполняется Вот эта Штука Да Да Вот это Можно Не писать Иначе Выполняется Вот это Так Ну и все Соответственно Это тоже Можно Не писать Потому что Никакая Не выполнится Ну и Вот это Тоже Бессмысленно Писать Потому что Это Всегда Будет Выполняться Вот Короче Вот такая Вот штука Ну вот я Какую-то Строчку Сделал Не знаю Выведется Она в Консоли Или нет Так Дальше Что у нас Есть Есть Какой-то Тест Ага Ага То есть Чего Вот Короче Здесь тоже Предлагают Такую штуку Делать Что Мол А я понял Почему Вот эта Строчка Нужна Чтобы Атрибуты Красиво Выглядели Ладно Оставим Так Ну в общем Здесь можно Написать какие-то тесты Как это делать Я пока не знаю И пока даже Вникать не хочу Так Значит Здесь тесты А здесь Мейн Ну Логично Как бы Есть исходный код Того что мы делаем А здесь мы пишем Автоматизированное Тестирование Для того Что мы написали Свыше Сверху Слушай Что ты хочешь Написать Чего Пожалуйста Да мне Надо сначала Проявить Вообще Это запустится Или Что-то Будет совсем По-дурацки Вот Здесь есть Кнопочка Ран Что будет Вообще Так Ну допустим Ран нажимаем Чего Так Здрасте Приехали И что запускать Допустим Вот Попробуем Ту штуку Которая Не похожа На листик Вот эта вот Штука Похожа на листик Она в ресурсах Каких-то Находится Ресурс Это обычно То чем Приложение Пользуется Вот Но Там же Нету Функции Мейн Поэтому Наверное Вот эту штуку Надо Или можно Это настроить А попробуй Просто Ран Включить О боже мой Сколько Всего Ладно Мне страшно Я попробую Попроще Давай О Что-то происходит Вот он Пишет Что Мейк Делает То есть Собирает Исходный Код Так Еще Консоль Какая-то Появилась И что Происходит Отлично Все сломалось Вот так Сразу Я понимаю Что Мы Конечно Вряд ли Виноваты Но Это Как-то Грустно Так Может Нужно Было Отдельный Класс Создать Если Это Хотел Строку Ввести Что-то Туда Примирает Я Не знаю А Во Я Наверное Не то Сделаю Я Вот так Надо Делать Наверное Запускать Все Приложение Неа А если Подокладкой Запустить Ну все Придется Сейчас Гуглить Так Значит Что Оно Сделали Это Что Так Так Короче Я делаю Обычно Вот так Вот Нахожу Что-то Что Похоже На Причину Проблемы Копирую И Попробуем Загуглить Это Все Так Что-то Нашлось Так Значит Описание Проблемы Что Пишут Говорит Про Аппликейшн Пропертис Так Лады Что Тут Вообще Ничего Нет Просто Вот Прям Вот Так И Пусто Сразу Так Хорошо Spring Define Data Source In Так Предлагаю Какую-то XML И Куда Ее Запихивать Боже Что Сколько Всего Data Source XML Надо Пропертис Пропертис Ух ты Как Оно Еще Можно Импортировать Значение Отсюда Да Хорошо Хорошо Допустим У нас есть Intel IG У нас Есть Spring И Нам Надо Базу Данных Поставить Setup Data Ways Пропер Оно Подписывайтесь В Общ篇 С Поставьте В Поставьте Так, это, короче, перечисление возможностей этого интеллигия. Так, а что тут есть? Шаблоны, статик, бомбор тесты. Что такое таргет? А, это вот то, что он уже прогенерировал. А, сорс таргет, забавно. Демо, generated test, обеспечаю. Accept. Не помню, чему баз данных-то вдруг понадобилось? Мы же нигде и не пользуемся. Так, ладно. Что здесь ещё есть? Попробуем вот это загуглить. Вон, вот, кстати, у них тоже есть здесь предложение, тоже запуск спринга. Record. Смотинг. Ух ты! Прямо вот так вот можно веб-страницу выдавать. Так. Ну и что, давай попробуем. Хотя, нечего-то. Ой. А какой ты результат ожидал, когда пробовал запустить программу? Чтобы она хотя бы ошибок не выдала. Так. На. Вот я нашёл этот ответ и вроде бы даже не прочитал внимательно, сразу куда-то дальше полез. Может, этого действительно достаточно. Так. Что это? Он дал ссылку на исходники? Отлично. А документация? А, во. Есть пример. Так, ладно. Spring, Data Source, Postgres. Не хочу думать. Будем гуглить тогда. Так. Так. Вот есть какой-то спринг-контекст, и что это такое? И где его надо? Так, и что тут можно? Ух ты, здесь можно исходник скачать. Ух ты! Даже пример, как транзакция использовать. Так, ну, допустим, мы его скачиваем. Короче, вот я его сюда скопировал, сейчас мы его разрыхивируем. Так, значит, это дело можно закрыть. Да, хочу выйти. Так, вот, теперь можно... Так, можно вот что сделать. Ещё раз открыть. Бумсы. Так. Хорошо иметь два монитора. У тебя вопросы какие-нибудь есть? Пока я не понимаю, что... Вот над чем ты сейчас... Я пытался запустить то приложение. У меня это не получилось. Я начал разбираться в проблеме и начал гуглить на эту тему. А что за приложение? Это то, что ты показывал на сайте и скачивал? Да. Короче, одну... Куда ты её напишешь? А? Куда ты её впихнёшь? Кого? Смена... Там были... Сейчас у меня компьютер, наверное, умрёт. Позакрывать, пока ещё память есть. Тоже тормозит ничего. Так, короче, компьютер мой не выдерживает это всё. Ага, вот чё-то он начал оживать. Так, короче, не странно. Он открыл тот же проект, что был до этого открыт. Так, хорошо, который не ничь. Так, видео-то... Лётно... Так... Так. Так что онwierд amaстраться武 Archives. Так, я не хочу попробовать. Так, сделать бренд Волёд. Так. 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 О, есть джипа какая-то. Допустим, хивернейд. Ещё дальше. И куда он это всё дело добавил? Чё-то я запутался, ну-ка, а тут чё. Спринг фасет. Говорит, какой-то надо. Так, ну допустим, а что если добавить этот вот самый же самый Spring. Так, во, какое-то предупреждение как раз вот, что у меня не настроенный есть файл конфигурации. Чего-то здесь это пишем, да? Да ещё что. Ну допустим, окей. Что ты сейчас делаешь? Я не знаю, пытаюсь сделать так, чтобы что-то заработало. Вот он говорит, что конфигурация не настроена. Я думаю, может если я тут что-нибудь потыкаю, может получит себя как-то настроить. Ну окей, допустим. Так, вот если сейчас запустить, что-нибудь изменится. Так, вот если я не знаю, что-нибудь изменится. Спасибо. Так, это что такое за порт интересный? Так, ладно. Это, видимо, порт, по которому информация об отладке передаётся. Так, ладно. Так, ладно. Ладно. Вот этот пример скачивал. Может быть, здесь какая-то есть подсказка. У нас есть main, да? Есть Java, в ресурсах есть контекст. Так, короче, контекст выглядит вот так вот. Так, у нас есть url, есть провайдер и есть юзерным... О, отлично. Всё, что нам надо. Так, теперь вот у нас есть файл с настройками. Так, и вот там вот где-то писалось, как это делать сейчас. В том ответе на stack overflow как раз было написано, что надо сделать как-то вот так. там они, видишь, через xml это делают, а мы можем напрямую попробовать. Вот так вот. Так, это значит строка. Здесь тоже строка. Play. Как ты с этим разобрался и что ты вообще делаешь? Как я с этим разобрался? Ну, идея в чем. Сначала мне подсказали... Вот здесь вот став overflow, скажем так, подсказали. Вот здесь я уверен, что можно сделать вот так. Файлики application properties. Вот. Вот он этот файлик. Вот эти строчки, которые предлагается добавить. Чтобы не было вот этой ошибки. Ну, собственно... Так, это, наверное, можно закомментировать как-нибудь, чтобы оно не ругалось. Все... Что такое-то? Короче, не нравится мой экспрессор. Сюда куда-нибудь. Так, значит, вот и я просто... А не же, видишь, как это... Вот этот ответ он дал? Чем? Ну, он не написал, что туда вписывать. Здесь вот есть пример для MySQL. А мне нужна база данных Postgres. Вот. Потом я в Google, опять же, тоже искал именно... Как настроить для этого... Как он там называется у нас фреймворк? Для Spring. Вот этот вот Spring. Как для него настроить этот Postgres. И вот я нашел проектик, который даже скачал. И в котором есть вот этот XML-чик. XML-файл, да? И вот здесь есть настройки для Data Source как раз этой штуки. Хочу попробовать такой вариант, вот какой предложили для решения вот здесь. Вот это вот сделать. Так, ладно, он такого слова не знает. Ээээ... Ну, чё? Ну, что-то вышло. Сейчас попробуем, чё у нас это запустить. Ух ты! Видишь, он уже использует вот эту вот строку, которую я написал. Ого, вот это вот красное, это всё ошибки. Красное это ошибки, да. Мне кажется, или их больше стало. Ну, ладно, допустим, вот так вот. Попробуем теперь гуглить дальше. Ну, что-то мы поменяли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровским. Итак, первое. Продолжение следует... У тебя, кстати, получается что-то читать или нет? Что именно? Ну вот то, что тут написано. Ты имеешь в виду там, где уже 15, вот это вот такое. 15 – это количество голосов, а галочка означает, что это принятый ответ. Угу. Так. Иногда я не успеваю дочитывать, ты так пронистываешь. А я уже, да, это... Понятно. Ладно, пока не получилось. Так, что будет, если я сделаю новый проект? Так, вот здесь вот есть Spring. Допустим, нам нужны Spring, я не знаю, NVC. Что ещё надо? Да-да, GPA. Дальше. Продолжение следует... Во, Postgres. Ну, допустим, вот так попробуем дальше. Java. Звуки. Чичко. Хоккори. Хоккори. Продолжение следует... Так, ну вот, допустим, у нас сделан новый проектик, уже из самой Intel ID без всяких скачиваний. Смотрю, здесь уже немножко по-другому всё выглядит. Ух ты, Facet Manager. Так, и что он может? Нет, у нас есть Facet. О, есть Spring Configuration. Короче, ладно. Или всё-таки ещё раз посмотреть. Ладно, в общем, здесь вот, наверное, вот здесь теперь можно писать эту настройку. Так, Web у нас появился, WebInf. Есть Index.jsb. Так, ну, это какая-то страничка. Есть... Есть... Какие-то настройки вот этого веб-апа, веб-приложения. У него в параметрах вот этот вот Application Context. Так, ну, ладно. Допустим, тут что происходит? Ничего здесь нет. Здесь что? Ничего. В исходниках... Spring Web. Так, ладно, ничего. Ладно, что будет, если его запустить теперь? То-то... Давай попробуем туда файлик запихать. О! New... JavaScript. Ой, не JavaScript, а Java. Ну, например... Up. Понятно, он его... Создал не там. Ну, ладно, допустим, сделаем... Папку... Нет, что-то я вообще ничего не понимаю, как это работает. Включай. Включай. ioè... Так, вот здесь вот исходники. Окей, описывается, что у нас есть папка с исходниками. Ну, ладно. Короче, эта штука мне пока непонятно тоже. Так. Ладно, вот тут, допустим, я скачивал проект и попробуем его открыть. Так, да. Может быть, он всё-таки рабочий. Так, это у нас была в папке Java где-то. Где она? Так, она у меня на рабочем столе. Java. Чем ты сейчас занимаешься? Что ищешь? Пытаюсь открыть вот этот проектик тестовый, который я скачал с другого места. Так, подожди, что-то я запутался. А, я уже закрыл этот репозиторий на гитхабе. Ну, ладно. Мне просто интересно, вот если оно хоть запустится... Так, отлично. Оно такое делать не умеет. Это какой-то тест. Сайт. Господи, как в этом всё можно разобраться? Ну, вот, не знаю. Вот этот вот файлик похож на... Здесь есть функция main. Это всё, что я понял. Я тоже. Вот, попробуем его, что ли, запустить. Вот я сейчас на него нажимаю, он говорит, нельзя. Так, ну ладно, допустим, debug. Edit configuration. И чего дальше? Я понимаю, конечно, что крутой программист на Java может в этом во всём разобраться, но неужели нельзя было сделать хоть чуть-чуть попроще, чтобы можно было с нуля разобраться? Так, ну вот, допустим, Spring Boot. Ух ты. Ух ты. Можно определить, какой класс главный. Да, не то. Так, main. Ну вот, допустим, этот. Эй, эй. А почему его нельзя выбрать? Так, это не работает. Оо. Оо. Ого. Ого. Ничего не понимаю. Так, ладно. А, всё понятно. Тут уже шаблоны по умолчанию. Чтобы нам что-то добавить, нам нужно кнопочку добавить нажать. Ага. Ну, вот, допустим. Здесь я могу... Нет, класс выбрать нельзя. Не хочет. Нет. 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 Продолжение следует... 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 Вот она вот такая вот есть. Короче, я хотел сразу веб-приложение, но, видимо, я ещё не дорос. Попробуем сделать самое простое консольное приложение, без всего лишнего. Тебе говорят, «Джавараж в помощь». Я начинала учить Джаву за Джавараж, мне очень понравилось. Вот я по учебникам сначала ничего не понимала, а там вот всё подробно на примерах. Так, ну вот, допустим, Джава очень-очень долго загружается. Ой, в смысле, не Джава, это уделяя идея. Ой, ты ещё не видела, как у меня оно загружается. Так, здесь, вот я не понимаю, если, короче, непонятно, что происходит, у меня... Ага, процессор перегружен. Так. А что ты хочешь написать? Короче, вот здесь вот... Intel ID подсказывает мне, что можно сделать кое-что лучше. Но дело в том, что я этого сейчас ничего не смогу сделать, потому что у меня процессор не в состоянии. Он, грубо говоря, помер. О! Отвис. Нет, не отвис, он, короче, это... Вот она всё ещё так долго загружается, видимо. Так, кто у нас процессор использует? Нет, это Skype. Ужас. Ты говорил, что хочешь хотя бы написать простое консольное приложение. Какое? Да. Короче, вот здесь есть закрыть проект. Так, во. О, это вот он помнит те, которые я открывал. Ладно. Вот они там говорили, можно нажать создать новый проект. И забудем мы про этот Spring, потому что я его не очень понимаю. Или... Ладно, просто ничего не буду натыкивать. Ничего не натыкивать. Нет, ладно, начнём с Java. Просто Java. Без всяких Spring. Так. Так. Дальше. О! Здесь они сделали, что можно сразу Hello World. Так, ладно. Сделаем командную строку. Сделаем командную строку. First up. Да, как это они предлагали. Короче, здесь можно название компании написать. Типа... Допустим, так. Ага. Всё, ладно. Сначала краш-тест. Попробуем это дело запустить. Что запустить? Программку. Ну, тут особо такого ничего и нет. Ну, так круто. Она выполнилась и вернула нолик. Слушай, я когда-то... Когда увлекалась в жалу, я писала калькулятор. Хочешь, я тебе скрин скину. Ну, давай. Сейчас. Допустим, вот так вот сделаем. Чем-то много нажимать, чтобы запустилось. Shift-10. Знаешь, чем отличается принт от принтовода? Знаю. А, ладно. Ага, оно здесь вывело вопросики. Ладно, сделаем hello. Так, вывело привет. То есть, оно вот прямо вот сюда и выводит, да? Очень интересно. А если принт сделаем, то оно с переносом на строку должно. Да. Да, вон, пустая строка в конце. Здорово. Ладно, это мы научились сделать. Вот, что дальше? Я попробую скрин скинуть своего калькулятора. Он такой примитивный. Господи, как у меня долго на месте. Опа. Конечно. Так. 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 Итак. Смотрим Это ты делала? С братом когда-то С братом когда-то Чуть такое Почему умножение и минус Сразу А может ошибочка А вот здесь Вот он подчеркивает Это вообще не скомпилируется Read line это чтобы Он ждал enter А нет Он ждет у вас в цикле В цикле это выполняется До тех пор пока не написать exit Подожди что я скинула Это то или не то Это же калькулятор Да Похоже Ну Так пару ошибок А где этот Почему трое не делается У тебя Ресурсы не высвобождаются После того как ты используешь Reader Я не знаю Я давно это писала Я как-то не углуплялась Не знаю Это будет работать Нет Плюс как-то скрин Сделала Бангет ставил Не ну если поправить То наверное будет Я для регулярных выражений Люблю использовать Эти именованные группы А то вот с циферками Ну можно конечно разобраться То есть вот первая группа Вторая группа Третья группа С кубочками они выделяются Ладно Мне интересует Это именно по спрингу Что-нибудь Ладно попробуем Вот что Значит это у нас получилось Сделаем теперь Следующий проект Используем спринг Ничего не протыкиваем Только спринг Дальше Ага Вот так вот Тебе пока Пока понятно все? То мы особо пока И никуда почти И не продвинулись Можем так сказать Так хорошо А? Это хорошо? Да я не знаю Ну В смысле Изучаем как Интелли Идея работает Так Бум То есть он вот прям сразу Вот так вот Сразу Так Ну допустим Дальше То есть он сделал уже Веб приложение сразу Здесь есть контекстик Спринга Так Ой Короче Здесь вот эти вот Старые Проектики Они Остались Да Так Сейчас я с ними Сделать Такого Интересного Так Короче Понятно Спринг вот просто вот так вот он не готов к запуску. Попробуем спринг. Так какой там самый популярный? Боже мой целый час. А у нас какая интеллия идея 14. Так ладно, попробуем 14.1 чтобы было попроще. О, я кажется нашел. А, 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 так. Это зачем так сразу уже много файлов? И где он их взял? Так ладно. Попробуем. Попробуем. У него же есть что-то. Попробуем. So let's say you'd like to create a web project, and maybe it has a REST API, and we'll give it some velocity and time-leaf template engine support. And if you're using JPA for data persistence with a database like H2 and MySQL, then Spring Boot will set up a new project, pre-configured with those dependencies we've selected, and give us a POM file that is already written for us with the Spring Boot dependencies we've selected that conforms to the structure of the Spring Framework technologies we've requested for our project. In our Application Properties file, there's now editor support for auto-completion, navigation between Java source code and property assignments, and quick fixes, defining custom configuration keys. Finally, when you're ready to run and debug your Spring Boot application, in the run configurations, you'll find a new Spring Boot configuration. Here, you'll be able to specify one or more active profiles, and override any parameters inside your Spring Boot configuration. With these features, it should be easier than ever to get up and running with Spring Boot. Thanks for watching, and develop with pleasure. Ну ладно, давай пробовать. Короче, здесь вот всё это сделаем папку вот такого. Надо вот эти все эти файлы, чтобы не путались под ногами, я их просто уберу. А ещё я их даже заархивирую, чтобы они никак не влияли на программку. Так, всё, теперь их можно удалить. Вот, здесь есть спринг-инициалайзер, далее maven 1.7, java, java.org, т.е. нам, ну, допустим, вот так назовём. Good версия вот такая. Так, здесь вот у нас... Хотя можно просто демо. Вот здесь. Вот так. Дальше. Что они там предлагали использовать? Web. JPA. Так, нет. У нас просто будет Web без всяких баз данных пока что. Вообще ничего не буду добавлять, просто Web. Дальше. Java. Здесь будет First Spring Boot. вот. Вот. Так вот, теперь оно не запускается, потому что... почему оно не запускается. Так, ну, допустим. Добавляем вот этот вот Spring Boot, как он показывал в видео, и выбираем класс. Нельзя выбрать. Ладно. Закроем проект. И откроем его ещё раз. Закроем проект. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так Так Попробуем еще раз Spring Что-то пытаюсь сделать Пытаюсь это дело запустить Как же другие со Spring работают? Вот он не хочет это делать Ну, apply А если теперь Нифига Вот там почему-то вот файл есть, но он его не дает выбрать Кнопки ОК нету Субтитры сделал DimaTorzok Да Так, ладно, давай искать дальше видео Это не получилось сделать Так как у них тут В рекламке показано О, у них есть список Spring Boot Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok I'm guessing that all of you have tried Spring Boot Or had a look to it And when you did that You probably have seen this website Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, ужас происходит Чё-то вот тебе Да, паника Скоро придет мама А там грязные посуды Она типа все Будет крушить и ломать Это кто был? Твоя бабушка? да это уже с бабушкой так почему остановились а не вижу тут делать короче вот здесь видео на 40 минут можно его сейчас посмотреть знаешь но это не буду звук слышать почему но когда-то включила видео кажется у меня звука не было точно да давай так пока сделаем паузу я действительно пойду посуду помоем сделать так чтобы уже не отвлекали вот и потом по факту там уже созвонились самое главное грубо говоря чего мы добились эти просто показал что бывает ситуации когда любой программист может заниматься какой-то такой фигней и в упор не понимать что происходит и если честно происходит такое очень часто нужно наставника искать или кого-то более опытного чтобы спросить то так можно часами но как бы дело в чем что надо быть самостоятельным и в этом плане почему это тестовое задание дается сможет ли человек чисто физически через вот этот вот квест пробраться да если он сможет значит он ну хоть что-то да понимает значит наставнику придется тратить времени меньше на него чем если бы он тратил на кого-то другого поэтому такая вот штука но лучше конечно учиться самостоятельно все делать но лучше быть самому себе наставником вот сейчас я вот смотрю вот есть видео 48 минут я думаю в этот в этот момент она будет моим наставником сейчас я его посмотрю в принципе эти даже могу его скинуть чтобы он у тебя тоже вот вот но собственно тоже идея она такая что вот есть канал на youtube и на youtube и можно тоже искать и это может быть даже не эффективнее чем искать что-то текстом или в книжках потому сейчас уже настолько все сложно стало грубо говоря настолько каждая деталь имеет значение как видишь что про то что лучше видеть видео где можно вы себя остановите по шагам посмотреть что именно делает этот человек ну и соответственно записывать вот свои видео так что это было это было полтора часа час 34 так и стан